Память Одна из самых печальных дат в нашей истории – начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Указом президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, объявлен Днем памяти и скорби. Великой Отечественной войны 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 Считается открытым. 22 июня 1941 года, перед рассветом, когда в глубокий сон погрузились города и села нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух груженные бомбами немецкие самолеты. Громом по всей западной границе прокатились орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецко-фашистские полчища вероломно, без объявления войны, напали на нашу Родину. Фашистские самолеты бомбили города и порты, аэродромы и железнодорожные станции. Бомбы сыпались на детские лагеря, на детские сады, на больницы, на жилые дома. Радио известило весь народ о начавшейся войне. Люди поднялись на защиту отчизны. В те грозные дни начала Великой Отечественной войны, словно клятва Родине, звучала священная война. Война, война! В ушах гремели взрывы, полнеба дым пожаришь закрывал. И в полный рост, и строго, молчаливо. Все стали на борьбу, и стар, и мал, и шли на смерть без криков и без стонов. Ведь каждый знал, на то и есть война. Нередко не хватало им патронов, зато хватало мужества сполна. Великая Отечественная война оставила огненный след не только на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие победы. Это был тот же фронт, только трудовой, тяжелый и изнурительный. Его бойцы ковали победу у станков и на полях. На смену мужчинам, ушедшим на фронт, на заводы и фабрики, пришли женщины, старики и подростки, которые быстро овладевали сложными рабочими профессиями. Прошло много лет с того рокового дня, а наша память вновь и вновь возвращается опять к суровым годам войны. Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать «хватит, достаточно, все уже сказано о Великой Отечественной войне». Всего сказать не удается никогда, потому что нет меры трагизма войны, нет меры героизму людей, проявленному в ней, нет меры горечи и страдания. Гори, свеча, гори, не затухай, непроходящий болью будет, пусть в пламени твоем встают, чьи оборвался путь. Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме, не дай живым забыть всех тех, погибших на войне. Склоним голову перед величием подвига нашего народа. Почтим минутой памяти всех тех, кто погиб в этой страшной войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Почтим минутой памяти всех тех, кто погибших на войне. Долгими года были выплаканы слезы, вдовьи навсегда. Нам нужен мир тебе и мне, и всем на свете детям. Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство. Нам нужен мир для ваше улыбчивое детство. И должен миром им быть рассвет, который завтра обстоятельно. Продолжение следует...